Первую игру-ходилку лучше сделать самим, потому что вы не сможете ее приобрести, ее никто не выпускает. Для этого возьмите обыкновенный белый лист. Ходов на вашем игровом поле должно быть не больше 20. Причем вы должны заложить элементы традиционной игры-ходилки «Вернись назад» или «Тебе повезло, так как это игра на удачу, перейди на несколько ходов вперед». Эти ходы вы покажете стрелочками. Игровое поле, посмотрите, я могу поворачивать, и у меня тогда старт будет либо в правом нижнем углу, либо в левом, либо можно сверху начинать, то есть вы можете задать сами направления движения игры. Что должно являться фишками в этой игре? Фишками в этой игре психологи говорят, что лучше все-таки использовать традиционные фишки, которые используются в других играх. Они не будут отвлекать ребенка от действия игрового. Но если ваш ребенок хорошо развит или ему очень нравятся какие-то сюжетные игрушки, вы можете тоже их использовать в виде фишек для игры. Как же играть в первую настольную игру? Возьмем любой строительный материал и построим из него домик. Придумаем следующий сюжет. В домике, например, живут зайчики. Однажды маленький зайчонок остался дома один. Он страшно испугался и стал звать маму. Но так как поле у нас волшебное, мы должны будем помочь зайчихе найти дорогу домой. А поможет ей мышка. И волшебный кубик. Так как это игра для маленьких детей 3-4 лет, то традиционный кубик не подойдет. На нем слишком маленькие кружочки и счет до 6. Поэтому делаем его сами. Из любого строительного конструктора берем кубик и рисуем белым маркером или фломастером кружочки. И теперь учим ребенка играть по правилам и считать до трех. Кроме того, у вас получится целый спектакль на игровом поле. Да, в магазине такую игрушку точно не купишь. Вот где полет фантазии. Эксклюзив, можно сказать. Нужно скорее запатентовать. Надеюсь, вы сегодня же сделаете такую игру для своего малыша. Субтитры сделал DimaTorzok